Здравствуйте, в эфире программа выпуск в студии Ольга Илларионова о главных событиях в мире и стране прямо сейчас. Новые поправки в Конституцию стабилизируют всю систему власти в стране и станут гарантией от возможного распада государственности, как это было с Советским Союзом. Об этом Владимир Жириновский заявил, встречаясь с молодежью на круглом столе ЛДПР в Госдуме. Еще одним важным центром принятия ключевых политических решений, по мнению политика, станет Госсовет, полномочия которого будут серьезно расширены. Госсовет курирует все вопросы внутренней и внешней политики. Вот инвалиды-колясники обратятся в Госсовет. Мы скажем правительство, а что вы так медленно решаете проблему? Давайте больше выпускать коляса, давайте сделаем их дешевле. Или внешняя политика какой-то вопрос. Вот с этой эпидемией, если провалится новый министр здравоохранения, Роспотребнадзор, Госсовет скажет, Михаил Владимирович, а чего это такие министры? И силовики, и Советы Безопасности их будут курировать. То есть это увеличение полномочий. Сегодня 8 человек реальные руководители страны. Президент, премьер-министр, председатель Совета Федерации, председатель Госдумы, Совет Безопасности, председатель Госсовета, председатель Верховного Суда и Пенсионного. 8 человек. Это же хорошо. Уже не будет переворота. Не будет ВКЧП. В 8 точках можно остановить любое решение, дать любую рекомендацию, что-то заблокировать. Власть будет более стабильной. Умер президент, ну и что? Есть правительство, есть госсовет. То есть не будет страха. Президентский режим сохраняется. Но госсовет, и там будут губернаторы, лучшие губернаторы, руководство Федерального Собрания и ключевые министры. И естественно, позиция Госсовета будет учитываться и президентом, и правительством. И это хорошо. Это, как говорится, мы предотвращаем возможность узурпации власти. Раз в этом случае не появится президент-узурпатор или председатель правительства-узурпатор. Или Госдума постарается какой-то внутренний переворот произвести. Это же мы полномочия все распределяем шире и поднимаем уровень власти всех органов, всех институтов. Только плюс. Раньше этого не было. При царе этого не было. Чем закончилась? Революции. При советской власти не было. Чем закончилась? Распадом страны. Вот сейчас мы сделаем конституцию, которая никогда не допустит распада страны. Никогда. Потому что 8 инстанций. Конституционный суд скажет, этот закон противоречит конституции. Верховный суд скажет, ваш закон надо отменять. Совет Федерации что-то скажет, он не будет одобрять закон, который мы приняли. То есть 8 человек будут решать. А на поставите будет 100 человек вообще. А в Думе 450 могут. И здесь увеличим, доведем до 700 человек. Поэтому здесь только плюс. Если мы сузили полномочия, вы были правы. А что это мы убираем все институты власти и оставляем только президента? Мы расширяем. Мы у президента забираем полномочия. Владимир Жириновский также напомнил участникам круглого стола, что все они родились и выросли при действующей конституции, которой могло бы и не быть, если бы партия ЛДПР не проголосовала за проект. Также политик раскрыл тонкости проведения так называемого народного голосования, на котором предлагается утвердить новые изменения в основной закон страны. Вопрос о том, как будет проходить всенародное голосование, его специально называют референдумом. Референдум дороже проводить. Берут дешевый вариант. Но Центр избирком определит. Или будет в блюде не указано 6 поправок, и вы галочку поставите в внезышке против определенной поправки. Или в целом поддерживаете вы или нет. Когда обсуждалась конституция, в 1993 году голосовали за всю конституцию, а не за отдельные главы и статьи. Как закон мы принимаем? Мы принимаем в целом закон. Если будем принимать только эту статью за, а эту против, это будет анархия. Поэтому здесь Центр избирком определит. Если он увидит настроение ваше, чтобы голосовать по отдельности за каждую поправку, ну, видимо, тогда придется голосование проводить 3-4 дня. Конституция принята на референдуме 12 декабря 1990 года. Только благодаря поддержке ЛДПР. Все были против. Только мы. И поэтому 52 процента, в которых наших 23, без нас только 30 голосовало за конституцию. И она бы не прошла. А мы добились, что она прошла. И вы живете 27 лет по новой конституции. Конституции можно принимать через референдум, можно принимать на заседаниях парламентов. Так, практика мировая. Может вводиться указом президента. То есть многое количество способов. Но никогда все не придут голосовать. Никогда все положительно не будут голосовать. Вот и все. Тогда успокойтесь. Вам не нравятся поправки? Не голосуйте. Вам не нравится конституция? Не голосуйте. Не хотите ходить на выборы? Не ходите. Так и происходит. На выборы ходит 70 процентов. 30 не ходит никогда. Это общая норма по всему миру. Все законы в мире принимаются большинством. То есть 35 процентов от 70 проголосуют. И все пройдет. Треть от страны. А две трети против. Да достаточно 35. Все. Вот пришла от 70 процентов половина. Голосовали. Конституция принята. А реально это 30 процентов. Тоже будете оспаривать? Давай 100 процентов. Тогда никогда ничего не будет принято. Поэтому когда вы что-то требуете. Вы посмотрите на мировую практику. Всегда голосует меньшинство. Управляет миром меньшинство. И законы принимаются меньшинством. И всем миром руководит политическая элита. А вы ходите все вместе. И выходите на улицу. Вам дубинкой по голове. О, зачем нас там? Да беспорядки массовые. Вам здесь дают возможность обсуждайте. Мы принимаем поправки, улучшающие положение. Вы все равно недовольны. Поправки ЛДПР, которые фракция предлагает внести в текст Конституции, принесут несомненную пользу россиянам. Такое мнение высказал депутат Госдумы Борис Пайкин после первого голосования по обновлению основного закона страны. Многие из этих поправок уже несколько лет подряд предлагает Владимир Жириновский. ЛДПР положительно оценивает поправки. И мы сегодня на голосовании и при выступлениях и Вадима Вольфовича, мы единогласно проголосовали за поправки Конституции, потому что это действительно серьезные изменения. Жизнь за 27 лет после принятия последней Конституции значительно изменилась. Поправки необходимы. Те поправки, которые президент внес, они действительно очень серьезные. Они касаются и политической стороны жизни нашего общества, и экономической. Поэтому мы, безусловно, их поддерживаем. Мы за них проголосовали. Но у ЛДПР есть ряд своих поправок, которые мы будем вносить ко второму чтению, над которыми мы уже работали, которые, мы считаем, принесут еще большую пользу для нашего народа. Вадим Вольфович поднял фракцию первым, потому что мы действительно приветствуем и считаем, что сегодня это просто огромное событие для страны. И вот сегодня мы видим, что действительно консенсус был найден. То есть все четыре фракции проголосовали за, никого не было воздержавшихся. То есть все сходятся к тому, что конституционная реформа, она назрела. Эти поправки, они необходимы. Поэтому в первом чтении все единодушно за них проголосовали. А поскольку мы знаем, что Вадим Вольфович, он уже давно об этом говорил. И ЛДПР давно предлагало внести изменения в Конституцию. И на самом деле те поправки, которые ЛДПР предлагало вносить, сегодня часть из них, она как раз и уже была в послании президента. И сегодня мы за них проголосовали. Поэтому, безусловно, конечно, мы считаем, что вот это событие мы отметили тем, что мы первые встали, но потом уже Вячеслав Викторович уже поднял весь зал дальше. Перед новым Кабмином стоят новые стратегические задачи. Опыт Мишустина в Федеральной налоговой службе должен быть масштабирован на всю страну. Тогда многие проблемы, обозначенные президентом, в традиционном послании будут решены гораздо быстрее, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Конституцию надо менять, и законы надо менять, население нельзя менять, язык нельзя менять, свою историю нельзя менять, культуру нельзя менять. Людей надо менять, людей всех менять, и депутатов, и сенаторов, и министров. Госдума обновляется, каждый созыв наполовину. Вот семь созывов, уже давно нет депутатов первого созыва, кроме меня. Второго созыва, третьего. Правительство, мы уже утвердили 12 раз, наше правительство, за 27 лет. 12 раз, это плохо, при советской власти вообще было невозможно. Просто вы выросли в новую эпоху, и вы не знаете, как было при советской власти. Как мы не знали, как было при царе. А теперь мы все с вами знаем. Нам нужна цифровая экономика. И Мишустин сделал цифровую налоговую систему. Вот перепускать с новыми министрами, все сделают, как цифровая экономика, чтобы быстрее все решалось. Новое правительство сделает, но для этого накопили деньги. Сейчас они есть, поэтому стали их раздавать. Но раздавая, мы можем потерять часть денег. Надо обеспечить безопасность. Характерные черты нового кабинета министров отметил депутат фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. Практически все беспартийные, а многие прошли школу губернаторов при президенте России. С точки зрения парламентария, курс на омоложение чиновников правительства правильный. Но президенту стоило бы обратить более пристальное внимание в своем кадровом резерве и на представителей ЛДПР. Новое правительство оценивать рано. Можно некоторые увидеть моменты. Например, там практически нет людей партийных. То есть премьер беспартийный, все министры беспартийные. Там не представлены абсолютно никак политические партии, которые здесь в Государственной Думе работают. Вот это, с точки зрения политологов, вопрос, он такой характерный для этого состава. Но еще могу отметить, что есть несколько выпускников так называемой школы губернаторов. Это группа людей из регионов, из разных институтов власти, которые объединяются и их обучают в Российской Академии Народного Хозяйства. Вот, например, я заметил, что два министра из последней волны призыва, они были назначены. Это Антон Катяков и Михаил Мурашко. Новый генпрокурор тоже из этой группы. Вот такая вот тенденция на омоложение кадров. Президент черпает кадры в собственном президентском резерве. И, кстати, у ЛДПР в этом резерве есть три представителя. Жаркие споры, открытая полемика и самые актуальные вопросы. Накануне в редакции газеты «Вечерняя Москва» состоялись первые дебаты московских парламентариев и депутатов Госдумы в рамках ток-шоу «Депутаты». Тема встречи – реновация, снести нельзя помиловать. В ближайшем выпуске смотрите наш специальный репортаж. А к этому часу у меня все новости. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. Напоминаю, что прямой эфир нашего канала вы можете видеть круглосуточно и в онлайн на Ютьюбе. До встречи в эфире.